МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это суть дела. После поражения в Ливанте, то есть на своей собственной территории, местные джихадисты, скорее всего, уйдут в исламистское подполье или, сложив оружие, вернутся в семьи. Те иностранные радикалы, которые не поедут домой, опасаясь судебного преследования, вероятно, отправятся сражаться за создание халифата в другом месте. Боевики не развязывают войны, а приходят туда, где рухнула государственность, и зашкаливает уровень политического насилия, говорит руководитель Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Василий Кузнецов. Соответственно, из Сирии и Ирака джихадисты устремятся туда, где либо уже идет война, либо для нее сложились предпосылки. После свержения Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия погрузилась в хаос и безвластие. Чем не применули воспользоваться главари исламского государства, запрещенного в России. Первые представители группировки прибыли в страну в сентябре 2014 года. Им удалось уговорить местных исламистов присягнуть халифу Абу-Бакру Аль-Багдаде. Два месяца спустя Ливию поделили на велояты. В начале 2015 года исламистам присягнули жители прибрежного города Сирт. Планировалось, что оттуда халифат будет расползаться по всей Северной Африке. В декабре 2016-го при поддержке США джихадистов из Сирта выбили. Но радикальное подполье никуда не делось. Сейчас в государстве двоевластия. Между собой борются признанные мировым сообществом правительства национального единства в Триполи и палата представителей Ливии, заседающая в Табруке. В условиях отсутствия центральной власти и продолжающихся конфликтов, Ливия выглядит очень привлекательной для исламистов. Еще одна страна, раздираемая противоречиями – Йемен. Гражданская война между хуситами, повстанцами-шиитами, и формальными властями, сражающимися при поддержке Саудовской Аравии, продолжается с 2015-го года. За это время силу набрала суннитская террористическая группировка Аль-Каида на Аравийском полуострове, запрещенная в России и истребляемая по всему миру. Для радикальных исламистов Йемен – идеальное поле боя. С одной стороны – ненавистные рафидиты-шииты, с другой – муртады-саудиты, хранители двух святейших до мусульман-мечетей. Но не соответствующие высоким моральным нормам и славам по мнению джихадистов. И все это дополняется полным безвластием. Бегство в Йемен – хорошее решение в глазах джихадистов. Однако есть одно препятствие. Аль-Каида и исламистское государство – злейшие враги. Потерпевших крак приспешников Аль-Багдади, аль-Каидовцы с распростертыми объятиями не ждут. В свою очередь, игиловцы из западных стран прямо заявили – мириться с конкурентами по джихаду не намерены. В январе 2016 года джихадисты нанесли удар по Джакарте. В результате нескольких взрывок и перестрелки в городе погибли 4 человека, 24 получили ранения. В мае 2017 года из-за похожего теракта погибло еще трое. В обоих случаях ответственность на себя взяли связанные с исламским государством группировки. Индонезия – страна с самым большим мусульманским населением в мире. И попытка поднять тут правоверных на джихад на первый взгляд выглядит оправданной. Главнокомандующий армии Индонезии Гатот Нурмантьё констатировал – спящие ячейки джихадистов сформированы почти в каждой провинции страны и только и ждут приказа, чтобы атаковать. Основное препятствие на пути исламистов – господствующая в стране идеология панча-сила, провозглашенная незадолго до обретения независимости. Она предусматривает веру в единого Бога, демократию, социальную справедливость и единство в многообразии. Панча-сила приносит свои плоды. В Сирию уехали всего 700 граждан Индонезии. Для сравнения, французов под знаменами халифата – 1700, наших соотечественников – россиян – 2400, тунистов – 6000. Крупнейшая исламская организация «Нахтадул Улама», работающая в Индонезии, тоже учит последователей пророка умеренности и сдержанности. Пока Джакарте удается противодействовать влиянию джихадистов, но смогут ли власти справиться с наплывом опытных военачальников и проповедников – большой вопрос. Тем более, что эксперты констатируют – самое населенное мусульманское государство становится все более религиозным. Нас с вами, конечно, больше всего волнует вопрос возвращения в Россию наших земляков-исламистов. Но тут уж надо полагаться на наши спецслужбы и правоохранительные органы. Они обещали не допустить их обратно. Да и Государственная Дума приняла закон о лишении гражданства террористов. Так что будем надеяться на наши власти. Это была Судделов. Все будет хорошо, не сомневайтесь.